Продолжение следует... 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 Помогайте, идите рядом. В совете с пунктом 6.1.5 Устава Ассоциации решения конференции считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 50% плюс один голос от числа зарегистрированных делегатов. Это значит 22 человека, когда решение принято. Согласно статье 181.2 Гражданского коллекса РФ, необходимо сформировать нам рабочие органы конференции, избрать председательствующего и секретаря конференции, счетомандатную комиссию конференции. Предлагаю избрание всех рабочих органов проводить открытым голосованием. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Я прошу помочь мне просчитать голоса. Кто за то, чтобы избрание рабочих органов конференции провести открытым голосованием. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нам неочередую конференцию. Избрано 54 делегатов по собранию выделения. Зарегистрировано 43 человека. Отсутствует 11 человек по объективным причинам. Сейчас мы приступаем к выборам рабочих органов конференции. Предлагаю избрать одного председателя и одного секретаря. Предлагаю вас... Возражаю прославить председателя и сок председателя секретаря, а не 2.H3. Потому что протокол не возможно сделать записательному человеку. Предлагаю вас. У нас, согласно статье гражданского кодекса 181.2, у нас должен быть один председательствующий и один секретарь. У нас есть также здесь диктофон для того, чтобы потом была возможность секретарю правильно сформировать протокол конференции. Прошу вас выдвигать кандидатуры на пост в данной работе конференции председательствующего. Я предлагаю Домну. Будут еще кандидатуры? Прошу голосовать, кто за данную кандидатуру. Прошу голосовать, кто за данную кандидатуру. Решение избрать председательствующего в коментуры Максимова. Прошу предложить кандидатуры на секретарях. Прошу голосовать. Прошу голосовать. Прошу голосовать. Прошу голосовать. Прошу голосовать. Прошу председательствующего секретаря поступить в работу. Прошу голосовать. 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 А у нас еще Ирона. Ирона, я его не вижу. Нет, здесь. А Дейка, ну иди. Можно Варина Александровна. Нет. Варина Александровна. Выбирайте. Варина Александровна. Будут еще предложения? Мы подведем 4. Нет, подведем. Нет, подведем. Почему? Варина Александровна. Да можно сразу все. Нет, там есть человека. Персональная заказка. И Ториad Георгий um. Гераслав Глеб Константинович. Кто на то, что ториад王 Глеб Константинович вошел с главной законодательной комиссии? Вот. Продолжение следует... 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 конференции. Решения конференции по вопросам исключительной конференции принимаются в квалифицированном две трети большинства голосов от числа зарегистрированных делегатов. Две трети сейчас на нашей конференции составляет 29 человек. Запомните цифру, она очень важна, она именно будет определяющим фактором по выборам президента. 29 человек проголосовали за кандидат, значит он проходит не меньше. Согласно представленному протоколу на конференции присутствовало 45 делегатов. Голосование по выборам президента 15 ноября 2014 года проходило два тура. По результатам первого тура голосования ни один кандидат не набрал необходимое число голосов. В связи с чем было принято решение о проведении второго тура голосования среди двух кандидатов. Наибольшее и равное голосовое. По результатам второго тура ни один из президентов нарушение пункта 6.1.5 устава не набрал квалифицированного две трети большинства голосов. 30 голосов должен просто набраться кандидат. Кроме того, ни один из президентов не получил ни простого большинства голосов 23 голоса. Таким образом, решение о выборах президента принятое 15 ноября 2014 года неправомощно. С целью исполнения предписания Управления Министерства юстиции России в Пануманской области мы сегодня собрались здесь для решения именно нашего единственного вопроса выбора президента. Прошу быть внимательным. еще раз напоминаю, что 23 голосов, 2 трети большинством голосов от числа зарегистрирования педагога в соответствии с нашим с вами уставом. Это наш закон. И наш устав соответствует закону об общественных организациях Российской Федерации. Сегодня важный для нас день. И мы должны уметь слышать и слушать друг друга. И жизненная практика показала, что несмотря на некоторое непонимание и обстановки, и исторического развития Российской Федерации, и влияние политической ситуации международного уровня в целом на Российскую Федерацию, у нас бывает недопонимание с июзомского народа. Но тем не менее, в течение 25 лет практика показала, что несмотря на все проблемы, мы все-таки движемся вперед. И мы сегодня нашли новый предразвитие для польских самых. И мы сегодня вместе с вами в течение 25 лет защищаем наши права и законы Российской Федерации по развитию коренных малчайских народов Севера. И сегодня я хочу вас всех поздравить. У нас 1 марта произошли изменения в законе о деятельности традиционного природопользования и внесены изменения в земельный кодекс. Сегодня любой из вас, как физическое лицо, имеет право получить безвозмездное пользование определенным участком земли для ведения традиционного образа жизни, традиционной деятельности. И также общины, конечно же. Это наша победа. И мы также сегодня в Мурманской области получили один факт, конечно же, рыбопромисловый участок. Но тем не менее, мы эту работу будем продолжать. И продолжаем решение вопросов сложных и важных. И, конечно же, решение третьего съезда. Я поздравляю вас всех с открытием конференции. Будьте добры, председатель Свящих, Духанна Анастасовна, продолжайте разговаривать. Продолжение следует. По итогам проверки регистрационных присутствов зарегистрировано 43 делегата. По итогам проверки протоколов избрания делегатов на конференцию представлено 8 протоколов. На данном слове поставлен вопрос о подтверждении полномочий 43 делегата конференции. Прошу голосовать. Кто, чтобы подтвердить полномочия 43 делегата? Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Сегодня для проведения нашей работы конференции выносила только один вопрос. На повестке дня один вопрос – это выбор для ответа общественной организации Мурманской области, то за данную повестку дня прошу голосовать. В повестке дня один вопрос – это выбор для ответа общественной организации. – 41 голоса. – Да, 41. Марина голосует. – Кто против? Раздержался? – Да, я не понимаю. Таким образом, большим сломат голосов 41, профессора, повестка дня уперстается. И прежде чем перейти к реализации нашей повестки дня, я еще раз хочу заострить внимание, уважаемые делегаты, на некоторые моменты, потому что это действительно очень важно. Уставом Ассоциации пунктом 6.4.2 предусмотрено, что президент Ассоциации кольских самов избирает конференции сроком на 4 года на альтернативной основе тайным голосованием. Но в этом же пункте еще и прописано. Процедура голосования устанавливается конференцией в каждом конкретном случае. Таким образом, нам сейчас, на данном конкретном случае, на сегодняшней конференции, необходимо определиться, каким порядком голосования мы будем выбирать президента. Тайным или открытым? Тайным. А чтобы... Мы проголосуем сейчас, уважаемые делегаты, и голосуем только единожды. И кто за открытое, голосует один раз, кто за тайное, соответственно, тоже один раз. Кто за то, чтобы мы не с вероцентом Ассоциации открытым голосованием, прошу голосовать. Открытым. Открытым. Поднимаем карточку. Давайте. Спасибо. Кто? Сколько? Члены на данной комиссии. 25 человек. Два. Кто против? Прошу голосовать голосовой один раз или за тот порядок голосований, или за другой. Прошу голосовать голосовой один раз или за тот порядок голосований. Сегодня на конференции. Таким образом, выборы президента проводят открытым голосованием. Открытые голосований по каждой кандидатуре предложены вам, уважаемые делегаты, в том порядке поступления предложений. Но еще раз обращаю ваше внимание, что президент может быть избран только с двумя-тричьми от числа присутствующих делегатов. То есть у нас 43 человека сегодня на конференции. Таким образом, если хорошо высохновались выборы, мы должны за одного только, тот будет, кандидатура будет считаться избранной, если за него проголосуют 29 человек. Почему 29, 43? Потому что 66, 60 процентов отнимают. Почему вы понимаете, что у меня неправильно? Я правильно, 28 целых, там, с копейками. Ну, 28 копейками голосов не бывает. И 29 человек, да. Как точно? 29 человек, потому что не будем считать 28,5 человек. Вмножьте 43 на 0,66. Все правильно, Анатолий Кривенович. И вступе непосредственно, так и есть, уважаемые председатели нашей конференции, я прошу уточнить количество придутся делегатов. Мы сейчас проголосуем... Дайте договорить, потому что сейчас проголосовывали присутствие опечи на 40, и голосуют 41. Где два человека гуляют? Я выставила, она вышла. Я выставила, он поступил в звонок, она вышла. Нет, они, она выставила, когда мы голосовали, что она... Давайте выточнили, потому что 40, 40, 50, 50, 50, 50. Словно, да, все, у нас такие конечки. Елена Севна, зарегистрирована 42 делегата. Я думаю, что будет последнее голосование за открытое и тайное голосование, применение участия в голосовании 42 делегата. Делегат не голосовал. Делегат опущился. Вы можете сделать перекличку, там у вас в алфавистном порядке, у вас стоит администрационный лист. Все здесь присутствуют, еще никто не ушел. Можно зачитать присутствующих. Зачитать присутствующих и руки поднимайте, пожалуйста, что здесь не мертвые души, а 43 человека. Поднимаем мандат, когда конкретно. Да. На свою манерку, вам порядок, на свою манерку, на свою манерку, на свою манерку, на свою манерку. Да, можно. Да, сомневая сомнений, давай еще идем готовейся на лифи и делегатов Севна. Не вижу тебя с ним. Лаврова Ирина Николаевна. Лаврова Ирина Николаевна. Спасибо. Яковлева Елена Семеновна. Спасибо. Смыхайва Татьяна Феодоровна. Рандой Ирина Владимировна. Спасибо. Агеева Анфиса Максимовна. Да. Ларина Александра Викторовна. Спасибо. Колнукова Марина Анатольевна. Спасибо. Шашина Ольга Михайловна. Спасибо. Илья Кобе Фадрееву Фаиловича. Абрау Макфьера Федоровна. Спасибо. Кисельева Надежда Агустовна. Спасибо. Мартыновна Галина Федоровна. Спасибо. Софкина Валентина Вячеславовна. Спасибо. Хамюк Добровна Максимовна. Агеев Алексей Александрович. Спасибо. Агеев Анатолий Алексеевич. Большой Дома Лидия Владимировна. Спасибо. Герасимов Клеб Константинович. Спасибо. Герасимов Константин Борисович. Парк 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 Парк. Герасимова Любовь Александровна. Спасибо. Ануфлиева Ольга Вячеславовна. Спасибо. Батарин Аргадий Анатольевич. Извините. Галкин Семенов Николаевич. Камакова Мария Николаевна. Спасибо. Крещова Феодосия Федоровна. Медведева Мария Гавриловна. Спасибо. Рафаэль Дороз Михайловна. Сабельников Евгений Николаевич. Спасибо. Алексеева Галина Вилановна. Спасибо. Афанасия Владимир Ивановича. Спасибо. Афанасия Дина Елисеевна. Спасибо. Герасимов Алексей Петрович. Герасимов Викторий Ивановна. Спасибо. Кота Елена Алексеевна. Камакова Екатерина Александровна. Хоролёва Анастасия Владимировна. Все зарегистрированные делегаторы подтвертили свои присутки В зале 43 человека. 43, да? Да. Сколько раз вы уже говорили? Присутствует открытая реализация нашей повестки дня. Это выборы президента. У нас открытое голосование. Предлагаем выдвигать кандидатуры. Пожалуйста. Я говорю Елена Семеновна. Еще кандидатуры, пожалуйста. Уважаемые директоры. Я предлагаю вам кандидатуру Совкина и Валентина Вячеславовна. Еще кандидатуру. Или подведем чем-то. Да. Подведем. Поступили две кандидатуры. Явлева Семеновна. Или она Семеновна. И Совкина, Валентина Вячеславовна. А Фанатийовна. Не рвется их. Мы подвели чем-то. Как бы уже. Я не возражаю. Уважаемые директоры. Мы продолжим выдвижение кандидатуры? Нет, я вам разручила. Будут еще кандидатуры или подвозь чертов? Было, уважаемые кандидатуры? Вы согласились с этим? Да. Согласились. Таким образом, список для голосования на должности на футбол президента, кстати, польских самов, у нас две кандидатуры. Я же говорю. Давайте дверь. Что ж ты сидел спал-то? Да. Нет, но если человек хочет, пускай будет. Ради Бога. Да, прямо. Да, мы сидим за спиной, у нас садим только смен сплошной. Так что давайте, хочет, пускай будет. Ну, прям там. Пускай будет. Пускай будет. Пускай будет. Пусть, пускай будет. На сериете надо работать. Пусть, уважаемые делегаты, даже не слышат, кто говорят. Уважаемые делегаты, поскольку возникла нестандартная ситуация, я предлагаю теперь проголосовать за то, что вам была подвестена черта по двумя кандидатурами или голосовать, будем все-таки, три кандидатуры. Голосуем. Кто за то, что? Две. Две кандидатуры или продолжим вытяжение. Прошу голосовать. Ну, что, посчитаем. Вы посчитали? Да, господин председатель, за две кандидатуры проголосовало 33 делегата. Я думаю, уже 33 делегата проголосовало за то, что будет дверь кандидатуры на двумя кандидатуры президента. Это у нас просто и большинство было. И не приходилось голосовать. И таким образом список для голосования на господин председатель у нас Дьякова Елена Семеновна и Торкина Галинсина Вячеславовна. Иступаем непосредственно в процедуре голосования. По мере поступления предложений. Значит, голосуем только конкретно за одного кандидата. за кандидатуру. Уступление. Выступление? Выступление. Да мы здесь не знаем. Да мы здесь не знаем. В принципе, уважаемые делегаты, нет возражений. У нас регламентом работы предусмотрено и выступление кандидатов на должность президента до 10 минут. Первая у нас кандидатура Яковлева Елена Семеновна. Елена Семеновна, пожалуйста, Вам слово. Яковлева Елена Семеновна. Место рождения у нас в село Лавызио. Знания русского и самского языков. Поздравляла организацию, кстати, отречу 4 года. Достижение. Инициатор создания и развития общин старинных научных народов Северо-Муманского области. Предоставление интересов самов в рабочей группе при полномочном представителе президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Участие в совещательных и коллегиальных органах при правительстве Муманской области в части защиты прав и интересов народа сами. Создание рабочей группы по самскому инфеку в Совете коренных младших с народа Северо-При правительстве Муманской области. Реализация пехи проектов в течение 4-5 лет. Подготовка и произведение 3-го съезда самов. Являюсь заместителем председателя САМСОБР Сарамского собрания. Выполнение решений 3-го съезда. На сегодняшний момент мы уже добились определенных результатов. Задача на ближайший период в качестве президента САЦИ. Заключение соглашений о сотрудничестве с Министерством культуры Российской Федерации о выделении субсидий на проведение культурных мероприятий выпуск литературы на Санском языке на укрепление материально-технической базы общин коренных младших с народа Северо. С Министерством труда и социального развития Муманской области по обеспечению социального обслуживания самов, выделению санаторных уродных путевок, с Министерством здравоохранения Муманской области по медицинскому обслуживанию самов, с органами местного самоуправления Муманской области по поддержке деятельности отделений на местах, с прокуратурой Муманской области по соблюдению прав самов, с Муманской областной думой по продвижению и обсуждению законодательных инициатив, с общественной палатой Муманской области к поведению совместного общественного контроля. С представителем Общественной палаты Российской Федерации в Мурманской области по продвижению инициатив самского народа в городе Москве. С Комитетом по культуре и искусству Мурманской области по поддержке инициатив ассоциаций на базе учреждений. С Комитетом по взаимодействию с общественными организациями дела молодежи по поддержке инициатив ассоциаций решению основных проблем самского народа в оперативном режиме по развитию молодежного творчества. С аппаратом антинаркотической комиссии Мурманской области по снижению наркозависимости среди населения Мурманской области, пропаганде здорового образа жизни среди самской молодежи. С государственным областным бюджетным учреждением Центр народов Севера по всем основным вопросам и деятельностям организациям. С государственным областным бюджетным учреждением молодежной политики, региональный Центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе по увековечиванию и сохранению памяти об оленево-транспортных батальонах. Это установка памятника. С государственным областным бюджетным учреждением Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор по развитию предпринимательства среди самок. С Мурманским клиническим комплексом научно-медицинским хирургическим центром имени Пирогова Минздрава России по лечению самок. Программа работы с акцией будет выстроена с вышеуказанными государственными и общественными структурами для достижения наших общих целей и наших решений по улучшению качества жизни в самом Мурманской области по сохранению культурного наследия и традиций наших. Также, считаю, важно продолжить сотрудничество со всеми нашими другими общественными организациями и самскими, и национальными культурными объединениями в виде разных национальностей проживающих в Мурманской области. Конечная цель моей карьеры это защита прав и интересов народа сами, быть полезной обществом. Деловые качества умею вести переговоры, умею выбрать определенную позицию в сложных вопросах и отстаивать ее до конечного результата, как бы тяжело в ней и вольно не было. Работаю для народа, ответственно. Дополнительная информация. Свободное время занимаюсь самским рукоделием, рыбалкой. У меня двое детей. Уважаемые делегаторы, вот вопрос к Елене Сминамовне. Это мы можем еще, короче, все. Мне кажется, у нас все сказалось наоборот. Вы удовлетворены, что представили. Я еще раз благодарю вас. Мои достижения, это не только мои достижения, это ваши достижения. В первую очередь, без вас, без людей, моя работа была бы нулевой, потому что это все в первую очередь сделано вами, благодаря вам. Я только соединяла маски между органами власти нашей организации, а вы внесли существенный вклад в течение 25 лет. Это большой стаж для организации. Еще раз, примите искреннюю благодарность и в первую очередь, конечно же, благодарность президенту Астасии Грустанова Афанасьевой Нине и Ересеевне. Это также ее личные защитники. АПЛОДИСМЕНТЫ И вторая киндикатура на дозу всех президентов Грустана Валентина Вячеславовна. Валентина Вячеславовна. В этом режиме, поэтому сегодня я сразу же не получала ни одной информации о том, что когда-то появилась конференция, как готовится она, потому что мы с делегатами узнаем уже постфактум, перед числом, вчера мы звонили с больницей, чтобы готовы к ней приедать. Ну, то есть режим фактически закрытия, поэтому презентации нет, на том, как я ее не готовила, но в том случае я попробую себе сказать не иную связь, чтобы показалась у меня с нами. Меня зовут Сокрова Кирилл Ивановна, разъемная Захарова, очки не буду видеть, то есть у меня из города Захарова, из Лавкин, Юрия, Саруана и так далее. Друзья, я из Рассетия Волгодера, закончил школьный интернат, закончил дезинфическое училище, там удаление средств на снащение, расписание, причем, в данном снащении только за то, что он мне дал очень хорошую статковную площадку для коллеги Новороссии, потому что там я попробовала все, была и с опыта, и с сестрой, и с дезинфеком, и с дезинфеком, и мельничкой, все, в том числе, в одном лице, и заверующая в том числе. Закончила педагогическое в нашем институте, по профессии преподаватель педагоги и психологии дошкольной, педагог-психолог, образоваваемые училище, и работа в профессиональном училище Данберешера, и четыре года в школе-интернате, в которой обучалась она училась. Преподавала за самым языком, самский язык, на первый путь, так как база самского языка у меня очень слабая, только потому, что я не ваше говорю по-самски, и меня часто укоряют, потому что я не умею говорить мальчик, и мучусь. Потому что я понимаю, я практически все привожу, я все могу привести, и с одной стороны, что нам нужна, и просто практика на голову. Это тоже самое главное, потому что самский язык для нас приоритет, а сегодня вы знаете, что проблема самским языком стоит очень тяжелая и сложная, потому что буквально у нас носители просто косит, а молодежь не подкладывает, потому что у нас не сформирована система работы именно в области самского языка. То, что было заработано, оно было практически не устроено, потому что это была лаборатория, которая работала, был совет, который работал. И сегодня у нас очень удобно обстроились, потому что у нас теперь говорят, что у нас два политика, мы не знаем, вы между собой разберитесь, вы там сами между собой договоритесь, а мы будем печатать все, что вы там принесете. Ну, на самом деле, действительно, необходимо и должен работать. Есть совет, который определяет правильную грамотику или, как-нибудь, того, каковы, политика, потом утвержден 32 года назад. Это, конечно, ведется, может быть, у нас шагами, но она и ведется, и она видна для тех, особенно, которые крутятся как раз самским языком. Но то, что происходит, конечно, для меня, это, наверное, самоотвечаяние, потому что носители буквально за декабрь, буквально, что пять носителей самского языка просто умирают люди. Поэтому, о чем говорить, конечно, тут искала палата, да и граба, да только, чтобы там собираться и вздыхать, и говорить, что же делать, ну, так плохо все. Вот. На самом деле, я продумала много с 15 ноября, и сегодня я хотела вам сказать следующее, что у меня родилось только одно. Вот. Пришла на ум одна отличие, которая говорит о двух материалах. Было две женщины, родители, и они, что-то произошло, она то ли убила, то ли задушила, то ли, в общем, ребенок погиб. И она решила взять ребенка у другой женщины. Когда они стали спортом, говорят, это мой ребенок, а как говорят, нет, это мой ребенок, потому что они пришли к царю Соломону и говорят, рассуди нас, царь Соломону, потому что мы не знаем, как нам поступить, а для ребенка мы две матери. Ну и царь Соломону говорили, понесите меч и убейте его ребенка. Разделите их пополам, и каша достанется пополам ребенка. После-пусть они будут счастливы. И женщина одна говорит, ничего не надо делать, отдайте матери, пусть он живет и будет счастлив. Вторая говорит, нет, разделите, чтобы не ей и не нет, а чтобы вот так было. И царь Соломон сказал, что я отдаю ту женщину, которая хочет защитить ребенка, она настоящая мать. Поэтому я приняла решение такое, чтобы нам не ссориться, не выяснить отношения, не быть, как говорится, позором для всех, что мы между собой можем выделить друг друга и себя. Если самая тема звучит, то это хорошо. И мы будем делать все для того, чтобы она звучала. Поэтому я снимаю все беда тут, потому что я так понимаю, что здесь собрались все равно все остальные, практически Елена Соломонова, и не все равно проголосуют так, как это нужно. Поэтому мне, честно говоря, не хочется участвовать в таком парсе на самом деле. Поэтому я прошу извращения у всех, кто сегодня выгнув меня и, по крайней мере, пожелал мне в этой работе. Я бы благодарю вас, и сильно доценно. Но все-таки давайте мы будем отцепляять наши дела, потому что у нас не собрались еще заняться. Но я все-таки, как бы ни было, есть еще одна ответственная должность, и как-то царь из Танского парламента Кокровского прозрива. Как-то есть. Говорят, что его не существует, но он есть, его никто не видит. Поэтому, в любом случае, я работаю в этой должности. И еще есть у нас общественная нагрузка, Кольско-Самская района, тоже работаем. Поэтому, в любом случае, нечем заниматься. И женское движение вперед и в этот вопрос. Поэтому, женщины, объединяемся, и для будущей работы. Спасибо. Спасибо. Вы, спасибо. 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 Вы, как они, ребята, что-то имеете в партнете, в число в ней? У меня вопрос. А почему вы называете это фарсом? Вы так уважаете народ, который здесь собрался? 43 человека, делегатор со всех отделений, со всей Мурманской земли. Почему вы считаете, что это фарс? Мы здесь умные собрались, что я не могу понять. Почему вы имеете право сказать самым, где все коны, на 7 собак? Это мое мнение. Вот, уважаемые директоры, это у вас не вопрос. У вас почти все рекомендуют. Да, не надо. Человек сделал свое, самоотворство. Ну, будем благодарить за то, что человек сам пришел к этому. Спасибо вам. За понимание, за все. Ввиду того, что Валентина Вячеславовна взяла самоотвор, у нас остается одна кандидатура на должность президента ассоциации. Предлагаю вставить вопрос на голосование. Кто за то, что президентом ассоциации избрать Яковлеву Елену Семеновну, прошу голосовать. Спасибо. Можно убирать руки? Да, прошу. Спасибо, Василия. Кто против кандидатуры Яковлевы Елены Семеновны, прошу голосовать. Кто воздержался, прошу голосовать. Воздержавшиеся, кто воздержался. Спасибо. Проголосовало за 39 делегатов, против 0, воздержались 2. 2 делегата не приняли участие в голосовании. А кто-то вышел. Девушка. Проголосовало за 39 делегата не приняли участие в голосовании. Проголосовало за 39 делегата не приняли участие в голосовании. И наш регистратор РАК-3 нам необходимо было 29 голосов. У нас за проголосовало 39 голосов. И таким образом президентом Ассоциации Козлица избрана Яковлевна Елена Семеновна. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...